Продолжение следует... Я даже не знаю, что делать. Просто берем и снимаем. Давайте начнем с веб-камеры. Вы знаете, что у меня на стримах было плохое качество, но я думаю, что эта камера решит эту проблему. Она снимает в HD 30 фпс. Думаю, будет достаточно. Давайте ее раскроем. Как она раскрывается? Здесь пломбочка стоит. Опа. Короче, давайте ее порвем, что ли. Потому что я буду сейчас полчаса это все делать. Давайте. Опа. Смотрите, сразу выглядывает камера. Первое впечатление, она выглядит прикольно. Это очень как-то туда все вытаскивается. Ну-ка. О, смотрите. Что это такое? Это у нас простая бумажка. Показывает, как крутится эта камера. Неважно. Давайте посмотрим саму камеру. Ничего более меня не интересует. Вот так вот она выглядит. Выглядит очень прикольно, мне нравится. И смотрите, я как увидел на картинке, она поворачивается 360 градусов. Это очень прикольно. В принципе, это мне не надо, но почему бы и нет. Прикольно. Ладно, давайте перейдем дальше. Перейдем к колонкам. Почему я вообще купил колонки, вы можете спросить. Дело в том, что мы стали колонки очень плохого качества. Смотрите, давайте их возьмем сюда. Чтобы вы видели меня. Так, раскрываем. Колонки я тоже ни разу не видел. Дело в том, что я это все заказал с интернет-магазина и первый раз вижу вживую их. Та-дам. Так, что у нас здесь? Дальше у нас ничего нет. Только какая-то книжечка. Тоже ставим это все в бок. Смотрите. Они здоровенские, но они не тяжелые. Хотя нет, вот это легкое. А вот это уже массивное, но очень тяжелое. Я в колонках не разбираюсь. В принципе, прикольно. Мне нравится, как она выглядит. Мы заценим звук. И я думаю, что это будет намного важнее, чем как она выглядит. Но выглядит она реально очень красиво. И самое главное, это кресло, которое стоит больше всего. Это Genesis Nitro 550. Вы не подумайте, мне не платили за рекламу. Я покупал за свои деньги. И почему я вообще его купил? Дело в том, что я очень много работаю за компьютером. И у меня уже такая шея становится. Былит спина. А с таким креслом у меня таких проблем, думаю, не будет. Потому что геймерский кресло для этого и сделано. Давайте откроем коробку. А потом я уже отнесу это к себе в комнату. И мы начнем его собирать в комнате. Потому что если я его сложу здесь, то я не знаю, как я его затащу в себе в комнату. Смотрите, это транспортировочная коробка. Внутри нее есть еще одна. И как это вообще снять, я не очень понимаю. Итак, я уже немного порвал коробку. И давайте посмотрим, как выглядит обычная коробка. Это задняя часть. А это терение. Довольно-таки симпатично. Само кресло я тоже никогда не видел, как я это уже говорил. Это самый волнительный процесс. Потому что, ну, мне на нем потом сидеть. И оно очень дорогое. А я его видел только на картинках. Давайте посмотрим, что здесь. Здесь ничего не понятно. Но все это мы уже посмотрим в моей комнате. Поэтому нам сейчас придется все это нести. Вот мы поднялись ко мне в комнату. Кто был на моих стримах, уже знает эту стенку. Вот как она выглядит на самом деле. И давайте посмотрим, что внутри этой коробки. Раскрываем. И что у нас первое? Первое это у нас такая маленькая коробочка. Там, походу, какие-то болтики, шурупы. Я не знаю. Посмотрим потом. Второе. В принципе, то же самое. Но смотрите, мне лишь не нравится, что почему-то эта штука открыта. Ну, или может это случайно. Я не знаю. Посмотрим. Хотя, видите, уже одна штучка упала. Но это пимпочки не самые главные. Так что ничего страшного. Смотрим дальше. Я вам не могу ничего сказать по поводу этого. Потому что это какие-то железные детали. А, я знаю. Смотрите. Это чтобы так вот руку держать. Вы потом поймете, когда я соберу. Ну, прикольно выглядит. Так. О, самое интересное начинается. Достаем. Оп. Эта спинка, она довольно-таки нелегкая. Это сидушка. Сидушка нереально большая. И все, что у нас тут остается. Это такая вот подушка. И последнее. Это у нас ножки. Ножки, на которых все будет это держаться. Только я что-то до сих пор не видел инструкцию. Не знаю. Посмотрим, как мы это будем собирать. Я не знаю. Смотрите, мы открыли эту коробку. И здесь ничего к пустыти нету. Тут всякие пластмассовые приборчики. Колесики. Но инструкции нет. И поэтому нам придется уже искать в интернете инструкцию. Но ничего страшного. Это не самая большая проблема. Главное, что все детали на месте. Ну, в принципе, так и должно быть. Все. Начинаем собирать. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот и все мы сделали стул. На самом деле была инструкция, но мы ее не увидели. Она была в пакете с сидушкой. В принципе, кресло очень классное. Давайте я вам его покажу. Вот так она выглядит. Я брал полностью черное. Классно. Но у меня есть два вопроса. Мне до сих пор непонятно. Может быть, мы что-то не докрутили. Или надо это просто отрегулировать. Смотрите, вот эти штуки. Они немного болтаются. Типа, разве это должно быть так? Я не знаю. Ну, со временем посмотрим. Я еще не разбирался. Но они почему-то у меня болтаются. И второй вопрос. Смотрите, вот там, сними поближе. Вот с этой стороны все хорошо, мягко. А вот с этой стороны, тут как будто этого нету чуть-чуть. Это, в принципе, не играет никакой роли. Но все равно вопрос есть, почему здесь ничего нету. Видимо, забыли поставить наполнитель. Но все равно это такое себе. Но в целом кресло, если не смотреть на эти две мелкие детали, очень хорошее. Посмотрите, какое оно классное. В нем очень комфортно сидеть. Смотрите, прикол. Очень стрёмный. Смотрите, как на нем можно. Если вы посмотрите обзор на это кресло, все это делают. Смотрите. Тьфу, ой. Я думаю, что я сейчас упаду. Но я не падаю. Я могу лежать. На самом деле, на видео это выглядит нормально. Но в жизни это очень стрёмно. Ой-ой. Я подумал, что я сейчас упаду. Но на самом деле, я не падаю. Это очень интересно. Все. Вот так, друзья. У меня новая веб-камера, у меня новое кресло, у меня новые колонки. А, я, кажется, вам не объяснил, для чего мне колонки. У меня мои старые колонки уже очень плохие. Они полусломанные. И чтобы мне сводить звук, чтобы мою речь и музыку на фоне было нормально слышно, надо это настраивать. Но проблема в том, что в наушниках и в колонках это чуть иначе звучит. И мне надо компенсировать, находить какой-то идеальный вариант. И поэтому мне нужны колонки. В принципе, думаю, на этом всё. Друзья, с вами был Стэн Дютер. Я не знаю, каким это видео выйдет, потому что я впервые снимаю что-нибудь подобное. Я никогда не снимался на камеру. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайк, подписывайтесь, если вы ещё не подписаны. Напишите ваше мнение об этом сиденье, о моих покупках и в целом, как вам видос. Потому что мне очень интересно, что в итоге выйдет с этого. Всё. Всем спасибо. Пока.